Друзья, всем привет! Сегодня раннее утро. Я собрался ехать в столицу за мотоциклом, за Уралом Волка Алексея Козырева, из которого впоследствии попробуем сделать некий новый мотоцикл, новый некий проект для гонок на 201 метр и, возможно, для участия в скоростных заездах на возле Байкал. Все готово у меня для моей поездки в столицу. И сейчас я стартану. Леха, жди меня встречай, а потом я планирую заехать еще к Александру Пасечнику для того, чтобы крутнуть его мотик и посмотреть, сколько лошадиных сил все-таки в нем еще осталось. Потому что, что скрывать, скорее всего, это будет турбовый проект, который должен поставить новые рекорды, новые рекорды скорости, новые рекорды времени во всех видах заездов. Будьте с нами, занимайтесь спортом. О, Леха, здорово! Привет, дорогой! Давно тебя не видел. С летом! С летом! Два года ты меня не видел. Начальник Уралгона и чемпион в нескольких классах. Нет, как в одном. Поехали потихоньку. Технику отдавать, бери. Что находится в этом гараже под номером 46? Там большой мотоциклятник. Там 4 мотоцикла и, самое главное, там чемпионский Уралгон, который становился дважды чемпионом в классе стандарт. Конечно, это была босса на съеху до низу, это не суть. Ну, ты в своем стиле. Короче, Леха любезно представляет нам мотоцикл свой, Урал-Волк, для того, чтобы он в дальнейшем мог участвовать, возможно, даже и в Байкальской миле, и в Уралгоне. И у нас на него очень большие планы. И что самое интересное, сейчас мы его заберем, погрузим и поедем на динаметрический стенд. Ну, пойдем посмотрим, что там в гараже. По двору назад. Продолжение следует... Есть! Ну и Натя, держи канистру, 500 грузовый бензин залежь. Слушай, крутая какая канистра, а? Лёха, спасибо! Ну это я для квадрика потом приспособлю. Экспедиция! Закрываем воздушки. Воздуховоды, диффузоры. Потому что корпус воздушного фильтра в салоне. А ехать нам 450 км может налететь всякая всячина. А она нам не нужна. Нам всякая всячина не нужна. Нам нужны только хорошие, нужные вещи. Лёша дал вот запчастей фирменных. Сказал, они нам на скорость. Упрощайся с ним, что ли. Тряпочки напоследок протру. Маленький. Это что? Это документы на это транспортное средство. Самое главное. А ключи? Ключик. Всё. Всё, Лёхан, спасибо. Да. Мне за что могу пожелать. Я очень рад, что я технику передал вот в эти руки. Я точно знаю, что вот этот мотоцикл с очень богатой историей будет жить дальше. Очень надеюсь, что вот в руках вот этого дяденьки он поставит не один рекорд. Включая рекорд. А внутренний. Что у вас там? В следующем году будет однозначно вралгон на Нижегородском кольце. Так что давай, приезжай. Серёга, если я приеду, вам всё равно будет туго. Ну а что делать? А нам когда было легко? Ну да. Так что вот так вот. Ну, друзья мои, пожмите друг другу руки. Лёша, давай. Будь здоровый. Поднимай тебя. Давай, Серёга. Всё, пока. Давайте. Ну вот мы и добрались до города Коврово. Приехали к Александру, к Пасечнику. Саня нас любезно встретил. Он сейчас убежал за трапами, чтобы разгрузить нам мотоцикл. Ну и, соответственно, мы проведём замеры мощности на его стенде. И посмотрим, сколько же лошадиных сил и какой крутящий момент создаёт Лёшин мотоцикл, который был. Ну реально победителем в течение нескольких лет в классе стандарт 750. Саня, привет. Привет. Здесь уже встречаю страпы. Шикарно. Ну что, как доехать? Слушай, да в целом всё нормально. Ты сам как, всё нормально, в порядке? Да, снег кидаю. Надоел он уже. Ну что, сразу будем сейчас надувать? Ну сразу дунем мы и проверим, да, так, чтобы я... Далеко цилиндры улетят? Я стропы взял, да, и аргоновую сварку. Как ты и говорил. Есть, да? Есть, да? Да, и сейчас что-нибудь вытащим вообще. Одна тысяча четыре сто двадцать три лошадиные силы. Слё, побежала, смотри, да? Мы даже видим топливо. О, и здесь что-то потекло у нас. Ёпта, не мать. Так, а поплавковая камера у меня вообще существует? Может запустить надо просто? Он говорил, разберите карбюратор и смотрите. Так, а с твоей стороны всё окей? Вот так вот. О, чудо! У нас перестало капать. Всё везде капает, подтекает. Так, ну чё, давай, значит, тебе проинструктировали, что дальше надо делать. Слушай, везде капает, да, мы можем реально исполнить. У тебя есть огнетушитель здесь? Есть, если что? Был. Был где-то. Но вот этот капает откуда? Вот откуда, из-под фильтра. Можешь выкинуть этот шланг. Ну и фильтр, и просто шланг. Чё, пробуем? Чё-то надо сделать. Подсос вынуть? Это подсос? Это подсосы, да? Да. Ключ зажигания на старт. Такой ключ? Да. Загорелось. Загорелось зажигание. Так, нейтрал стучный. Ну, давай, наверное, я подсос держу. Этот надо тоже вытянуть. А есть квол, Саша? Вот по ножке стукнуть, она мешает мне заводить. Сделать простые манипуляции, сделать простые движения. Открутить и подвинуть. Вот теперь она не мешает. А есть быстрый старт у тебя? Японский дозрех не требуется. Есть очиститель и карбюратор. Давай. Куда дуем? Подожди, а дросси откроешь? А тут стоп-двигатель, что-нибудь такое есть? Тумблер. Не знаю, какие-то военные кнопки есть. Давай рискру, проверим, она вообще есть. Свечка. Сверху наконечники есть. Это поворотники? Звонить нам тогда. Даже ток-двигатель. Искры нету. Алексей. Да? Слушай-ка, а ну-ка подскажи-ка нам, чтобы искра появилась, что тут должно произойти и что нам надо нажать? Чтобы искра появилась, надо замок зажигания просто перевести в обычное положение. Ну аккумулятор подцепить, перевести замок зажигания в обычное положение. Да. И все? И все? Да, все достаточно. Так. Если искра не появляется, смотри, в передней части мотоцикла под руководкой расположены на предохранителе. Мотоцикл в голову достает, он вполне возможно окислилась. О! Вы подергаете вот вообще все проводки, которые подходят к этому блоку, вы вставляете и вытаскиваете на предохранителе. О! Я просто вспомню то, что у меня, когда я ехал обратно домой, у меня вытаскивание выключилось, потому что закидывалось. Я же в дождь ездил на воду, но... О! А какой из них? Блок закидывает, закидывал водой. Поэтому вставьте, вытащите предохранители, вот, два раза вытащите, посмотрите их. И вот эти цены, на водах, которые к этому самому подходят, тоже посмотрите. А левые клавиши на фаре, это что, для чего? Да так. Одна пара, другая только сигнал. Понятно. А атакометр в любом случае горит, всегда независимо от исправного зажигания, а не исправного. Он горит всегда, но он не подкручен. Он не подкручен. Он не подкручен. А с ножки-то мы его можем завести? Можете. Чего не сможете? На всякий выкрутите ключик, посмотрите. По сукулу побольше стоят. Все есть. Все есть? Да. Я предохранитель поменял. Все, короче, это, предохранитель поменяли, появилась искра. Да, это говорит о том, что ты ни хера его не подготовил к продаже. Да, так это, отнесся халатно и ни разу к нему не подходил. А патрубки эти вообще стояли когда-нибудь, нет? Стояли. Один раз. Режем? Один раз. Перед налогоном 2019, когда я с этим боксом хотел поехать. Саша говорит рядом, газ не надо давать. Ну, вообще не требовалось. Гонка. Пушка. Вот что, что ты бензин делает, да? Мёртвых воскрешает. Давай шланг поменяем, чтобы не тёк. Угу. Да есть шланг? Ну, найдём что-нибудь. Прогреем его и за нём. Задевает кардан. А в резинку? Да, трётся об резиновую муфту. И вообще стремится, мне кажется, пытается стремиться свалить. Ну-ка её это, покрути-ка ещё. Да, резиновая муфта так скрипит. Замёрзла типа? Может быть. А вы так же с мателёмся и сотрудничаете? С кем ещё? Какую-то трубку вставил Александр в глушитель. Похоже на медицинские процедуры. Да. Ну чё, Саш, какие ставки? Как ты считаешь, сколько сил-то в этом моторе? Я думаю, сил 45 будет, наверное. 45? Да. Может быть, 48. Не знаю. А Лёха сколько нам обещал? 53, вроде. 53? Да. Ну, типа было когда-то тут так. Ну всё, мы всё подготовили, всё подключили, привязали супермощный Урал. Сейчас будем делать пробный тест первый. Так, ладно, всё у нас в порядке, здоровья. Так, чё у нас? Давно коробки. Мы не можем... Слушай, я... Как будто там вообще что-нибудь включается. Как будто там... Не знаю, вот оно. Вот оно. О, загубки. Чё, может, с соплями не видят? А, ну, с таким уходом тройком. Ну да. Дождите. Не, ну чё, надо подожди. Там есть что-то? Ага, есть какой-то. Правильно, вытащу. Нет, эксенхатор, если дождь. Eventually всё найдёт на успехах. Ну да, здесь ничего есть. М осторожю, мягкого миллиона. Там грозная portrayed, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...